Приветствую вас. С точки зрения психологии это говорит о том, что мужчина нуждается в подтверждении своей мужественности, которая сейчас у него под большим вопросом из-за ухода от вас. Вообще из-за расставания, которые всегда обостаточно болезненно переживаются людьми, и мужчина пытается как-то заполнить вероятно ту пустоту, которая у него сейчас присутствует. Вообще немного странно было читать ваше сообщение о том, что мужчина вычеркивает из жизни вас и ребенка. То есть, ну хорошо, можно допустим расстаться, но зачем вычеркивать, и тем более вычеркивать ребенка, ну для меня, если честно, это загадка. В некоторой степени, потому что, ну, получается, что мужчина готов отношения с вами поставить на приоритетную позицию, значит, в отношении ребенка. То есть, допустимым является то, чтобы ребенок, собственно говоря, страдал. Да, вот, страдал из-за того, что вы с мужчиной, опять же, что-то вот не поделили. Но это странно, как минимум. На мой взгляд, по крайней мере, это странно. Вот. То есть, мне кажется, что любящий отец, да, любящий человек, он, ну, не будет так поступать. Вот. Знаете. И это, на самом деле, опять же, вопрос к вам, да. Как вы оцениваете, как вы воспринимаете мужчину? По-прежнему ли вы его считаете кем-то, кто, там, достоин, к примеру, любви? По-прежнему ли вы считаете его тем, кто, ну, кого нужно возвращать, да, кого, вот, нужно пытаться вернуть и так далее? То есть, это вот тот вопрос, на мой взгляд, да, который, вот, нужно вам, наверное, для себя разобрать. Потому что дело не в том, совсем не в том дело, что он сейчас добавляет кого-то и так далее. Дело в том, как он относится к вам, да, и как он относится к ребенку, ну. То есть, я бы вот, например, допустим, хотел бы спросить у вас, хотел бы спросить, почему вас волнует тот факт, да, почему вас волнует тот факт, что человек, значит, ну, добавляет там, кого-то, почему вас это волнует? То есть, ну, вы, вы расстались с мужчиной, вот, вы его отпустили. Вроде как. Ну, почему вы, условно говоря, не считаете, что человек может жить сейчас своей жизнью? Вот. То есть, мне кажется, это более чем логичная такая история, более чем адекватная история. Ну, потому что, опять же, да, потому что, мужчина, ну, вот, как, как, как вы, как вы считаете, да, имеет ли право мужчина на то, чтобы жить там, к примеру, своей жизнью дальше или нет? Как задевает вас то, что происходит? Какие были у вас ожидания по поводу того, что сейчас происходит? В том смысле, что, ну, вы, вы рассчитывали на то, что, вот, вы с мужчиной расстанетесь, да, вы рассчитывали на то, что вы с мужчиной расстанетесь, и что произойдет? Он не будет никого добавлять? Он не будет никого добавлять? Вы рассчитывали, что вы с мужчиной расстанетесь, и он будет ждать вас, он будет по-прежнему не свободен, или как? То есть вот на что вы рассчитывали, когда расставались с ним? Это очень важный момент, мне кажется. Это очень важный момент, мне кажется. И на него нужно обратить самое пристальное внимание, ваше, вот именно ваше, самое пристальное внимание, на него нужно обратить, чтобы разобраться с тем, что происходит. Вот. Такой вот ответ, да, на ответ, Екатерина. Обратитесь к тому, что вы чувствуете. Обратитесь к тому, что вам важно, что для вас ценно, чего вы хотите, а не того, чего хочет другой человек. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.